так тут в ожидании второй волны но что-то тут вот картина не совсем маслом не совсем такая радует что здесь поподсыхала это все надо хорошо пролить фактически здесь ради как-то собирается запускаться вторая волна но стало жарко температура воздуха здесь которая задувается вообще просто как вот как в сауну идет довольно таки все интересно здесь выглядит сейчас смотрите ну здесь самом помещении 20 до 29 можно себе представить 29 градусов вот результатом 29 градусов скорее всего и выглядят вот это все дело как-то я упустил что они такие белые потому что здесь был отключен свет то есть ничего не росло я их выключил вообще интересный эксперимент там с выращиванием попробуйте как-то взять какую-то камеру отключите просто свет и вырастите всю полную всю волну в полной темноте увидите вырастет вешенка белая как простыня как бумага вот как лист такая удивительно белая вешенка буду продана такая будет дохлая дохленькая и такая тонюсенькая тонюсенькая но выглядит абсолютно так удивительно от большой от высокой температуры видим при морде полностью не образуется а сразу лупит вот такие ноги вот такие головы как видим вряд ли отсюда уже что-то потянется полноценное потому что уже грипп искалеченный и он уже вроде как созревший это выпустит шапки и сразу придут спороношение ну вот такое что то то есть я как-то упустил из виду нужно было просто открыть на день минимизировать или вентиляцию а на ночь сделать полноценную ночную полностью задуху без отключения потому что перморги вроде формируется вот внизу вот такое а в дальнейшем получается него вот такое полноценной волны скорее всего здесь не будет то если все пойдет таким вот шампиньон там еще какие-то умирающие то если все пойдет таким же образом то поедет вот эта вся вся партия на улицу потому что есть возможности желание взять запилить новую партию сразу это самое вот а это полноценные нормальные недели через день поставить туда на место или вообще поставить туда на место и две недели можно много еще напилить боков теперь а вот это экспериментальный тоже у меня стоит везде эксперименты какие-то значит вот это зачищал я не цели я все равно сажу как не раз уже говорил но не самый лучший а то есть не самый худший такой средненький поэтому пришлось зачищать его там при морде все остальное это все бросалось какую-то грязную тарелку мишку имеется ввиду и в конце мне стало интересно что будет ну при таком но не цели много и вот эти все остатки что-то из бочки какие-то трава там все остальное по выбрасывалось и это все я спаковал вот этот мешок вот есть дырки а 17 и хотел посмотреть ну то есть там про стерильность какую-то там чистоту вообще речи никакая не идет вот бросаю я вот это все киношное дело на сегодня потому что меня ждет одно мероприятие вот это осталось вот эта стена не столько мне не столько мне сама работа сколько вот я не люблю вот это все подготовительные вещи тут куча времени уйдет чтобы вот это все сначала разобрать сделать порядок под работу а потом уже приступить того что я хочу оббить уже эту стену переделать вот эту всю вот черти что такое сбоку бантик который надо уже просто привести какой-то нормальный формат и тут куча всего на плетеного тут разного света короче повозиться здесь есть чем поэтому бросаем это все киношное мероприятие будем заниматься делом надо подготовиться хорошо хорошо подумать как развести переделать всю вот эту электрику надо как-то поставить другой щиток опять же таки вывести розетки поставить выключатели но общем куча куча возник но эта работа уже такая на меня дожала и то что меня ждет но я не буду вот фигню ставить это короче совковый какой-то трехфазная на розетка что-то там один два три здесь масса короче какая-то такая хрень собачья ну люблю я вот этих салково-ивановских ерунду короче надо пить нормальную розетку это точно как у эльфа и петрова с этим самым с вечной иглой для примуса вот вроде бы казалось бы тоже вроде надежно навечно и так дальше просто принципиально себя исчерпала вот знаете как я всегда как мясорубка мясорубка вроде бы вечный агрегат да вот такая обыкновенная взял ручку и там и крутишь и не испортится но и жила себя из принципиально потому что намного удобнее взять электрическую кофемолку или комбайн и это все сделать автоматически несмотря что мясорубка вечная она пришла при полной исправности пришла просто вне надобность и негодность вот точно так же как этот аппарат к сожалению большому моему делал я здесь ремонты вот эти все не снял я исходный вариант потому что я не знаю как получилось так не снялся не снял я исходный вариант что тут было какой здесь был просто underground как я даже сейчас трудно вспомнить и даже как трудно представить как здесь можно было вообще что-то делать как как здесь можно было работать это сейчас просто уже даже даже не верится что это когда-то было и к сожалению как-то не не акцентируя на этом свое внимание и как-то так всегда может быть главный у а чё но тут-то как-то пырилось происходит что-то непонятное такое там или стол поджал или еще надо надо будет разобраться еще как-то странно она там подсела вот как-то акцентируешься больше свое внимание при съемках видите как какой-то живот такой сделал надо как-то будет разобраться что там произошло больше акцентируется внимание на телезрителя как будто снимаешь видео и ориентируйся что-то кому-то донести сейчас много даже я бы сказал сфер направлений самих блогеров появилось в интернете когда ориентируется видео на то что кто-то сильно больно умный где-то увидел какой-то лайфхак или еще что-то или сам может быть действительно умный и чё-то хоть хочет кому-то упереть голову какой-то там цен сверценную идею есть много направлений я же больше снимаю не с тем упором что кому-то что-то допереть это больше больше как видео дневники вот может быть кто-то поэтому и не понимает кто-то спрашивает зачем там снимать сварку есть много профессионалов которые делают это лучше это мотивационные ролики я делаю на своем примере снимаю видео для того чтобы показать людям которые далеки я вообще настолько далек там от каких-то токарно-слесарных и сваривочных работ но мотивирую просто людей к тому что ничего там сложного нету любой человек там путем там не сильных не хитрых этих самых может сам это все делать и это мотивационные ролики которые в первую очередь на то чтобы смотивировать человека каким-то таким вот действием которые я делаю теперь а мои основном направлении видео я снимаю это больше как размышления теперь сожалею что поздно это понял и в плане дневников вот не снимал некоторые вещи вот сейчас мне очень жалко того момента что здесь плохо я снял то что здесь было как здесь все это было где-то там косвенно я старался наоборот вот эти изымать вот эти негативные моменты из видео как-то так снимал их такими планами чтобы они не выходили на главный план вот а к сожалению сейчас об этом сожалею поздно я сообразил в планах окончание тут еще одной комнаты но абсолютно темно здесь вот теперь абсолютно светло заканчивается эта комната тоже времени то одно то другое не хватает никак это все дело закончить стол я хотел посмотреть стол здесь хорошо прикручен почему там надулся вбивка вот можете увидеть еще вот здесь вот из дерева но тут вообще интересно когда бил вот эту стену это была свежая доска она была прибита ну просто встык встык ровненькая хорошая стык встык было прибиты вот эти доски то есть стена была такая красивенькая все так выглядело а через получилось через два месяца превратилась она фактически в забор вот как доски повысыхали вот такая вот такая вот ну все равно будет отбиваться зашиваться все уберем ну здесь как видите трудность вот строительство было в том что у нас ландшафта в нету ровных вообще их принципе нету они куда-то или вверх или вниз и все зависит только от угла наклона то есть вверх или вниз но тут угол довольно таки приличный как видите вот так вот здесь я решил здесь не заливать косых полов как там большинстве вот там там все равно как ходить ну и так удобно подверг без ступени вот а здесь я хотел уже как рабочее пространство сделать ровный все таки пол но для того чтобы свести вот этот можно сказать если взять за ноль и если вот это залить даже полностью вот эту толщину то сюда у нас фактически где-то тут заканчивается а здесь уже земля остается то есть для того чтобы это уравнять здесь надо 5 сантиметров поднять вот здесь только начинается бетон а вот сюда нужно будет еще сантиметров 10 или 15 просто добавлять бетоном ну и все вот так вот проблемно скорее всего что как наполнитель надо будет сделать пенопластовый пол чтобы уменьшить расход все-таки этого бетона и потом по пенопласту залить и и будут это и утепление и с одной стороны и меньше пойдет все-таки бетона зачем здесь сюда лупить там самосвал вот этого бетона ну и как видите разводка канализации здесь сделано уже предварительно и везде для того чтобы потом ничего не долбить не водите не морочить себе голову вот ну и здесь уже когда закончатся все работы то остается вот это место она специально сейчас еще дорабатывает свои дорабатывает свои ресурсы пока пока дорабатывает потому что здесь будет планироваться совсем другой аппарат я никогда не мог подумать а вот когда хорошо подумал оказывается а почему бы нет здесь будет готовиться камера для тоннельной обработки субстрата то то есть принципиально уже отойдем от гидротермии и давлением паром значит будем делать камеру и ну это довольно таки прилично если взять здесь есть три на три это девять ну и два веса высоту 18 кубов то есть место более чем достаточно для того чтобы сюда разместить довольно таки приличную камеру это уже будет не 600 килограмм здесь а будет не знаю так надеюсь ну так навскидку где-то около двух тонн можно будет запилить одновременно будет намного удобней поэтому сейчас я пока не показываю там какие-то особые видео по автоматизации набивки блоков довольно таки все делается легко и просто и вручную даже одному человеку тут ничего сложного нету работа такая включил радио да как автомат это все делаешь не трудно не пыльно и то есть автоматизация это только мнимое такое у кого-то складывается мнение вот если взять там аппаратики он то все набивал все будет быстро вы просто учтите сколько времени будет уходить на обслуживание того же аппарата его надо обработать там простерилизовать после работы опять же таки почистить разобрать простерилизовать перед работой это все приготовить это хорошо если еще все работает ничего не клинит все идет как надо а если не надо что-то уперлась что-то заклинило что-то затупилось что-то оборвалось и на вот таком объеме вот реально я пришел к выводу ну тут в принципе это автоматизация не 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 нужна ну скажем так просто не нужно если мы здесь стоим в шесть рук вот это все делать то приблизительно за два с половиной часа это два с половиной часа это только вот стал там радио включил бум и вот это все готово и все какая автоматизация там помыть и разобрать и собрать этот станок то уйдет времени больше чем чем это самое чем чем на тут всю работу вот вот что хотелось рассказать по этому вопросу так что следите за каналом будем строить здесь камеру делать паровую машину и будем это все рассказывать и показывать на канале фанимашемску как всегда макселлер сегодня как-то мне кому сам хожу в руках держу камеру и не не было кому снимать поэтому где-то я не сильно там кадр перед перед перся поэтому вот такой до следующих встреч